Всем привет! Сегодня будем делать с вами шоколадный бисквит. Он получается очень насыщенным, шоколадным, таким черным, прям красивым-красивым. Конечно, какао нужно брать хорошее, то есть не экономить на этом, и получится у вас вот такие вот черные коржи. Они очень похожи, допустим, на шоколад на кипятке или темного лари. В общем, поры такие блестящие и красивые. А готовится намного проще, как обычный бисквит, но не такой бледный, как если вы просто к бисквиту добавите какао. В общем, приступаем. Для начала поставлю взбиваться белки со щепоткой соли и взбиваю их до образования такой белой легкой массы. После этого добавляю сюда сахар и оставляю белки взбиваться до полного растворения сахара. Тем временем смешаю какао, муку и соду. Соду здесь гасить не нужно, если какао у вас хорошее, она сама погасит соду и никакого привкуса и запаха не будет. После того, как у нас белки соединились уже с сахаром полностью, получается вот такая вот красивая плотная масса, добавляем сюда желтки и сметану. Сметана желательно, конечно, комнатной температуры, не холодная. Слегка-слегка перемешали, для того, чтобы это быстрее потом соединилось. И добавляем за один этап сразу все сухие у нас ингредиенты. И аккуратненько ложечкой перемешиваем снизу вверх, вводим все ингредиенты. Много и долго не мешайте, должна получиться еще довольно воздушная масса. Теперь отправляем эту воздушную массу в кольцо. Здесь у меня форма 18 сантиметров. По высоте этого бисквита вышло достаточно разрезано 3 коржа. Печется в духовке при температуре 180 градусов где-то минут 40-50. Пробуйте шпажкой. И потом понижаю температуру до 120 и пеку еще минут 5-10, для того, чтобы бисквит укрепился. Все, достаем с формы и остужаем. И получится у вас вот такой вот красивый, черный, насыщенный и очень ароматно пахнущий бисквит шоколадный. И я надеюсь, у вас обязательно все получится. Не забывайте поставить палец вверх и вкусной вам выпечки. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.